Здравствуйте, с вами Николай Куприков, и это обзор и трезвый пересказ на сериал «Фантом» от ТНТ. Синопсис. Мистический детектив о призраке, который расследует тайну собственной смерти. Московский оперативник Стас Хабаров попадает в перестрелку во время задержания опасного наркоторговца. Смертельно раненый оперативник понимает, что в него стрелял кто-то третий. И очнувшись, Стас осознает, что стал призраком, и что небесный свет зовет его к себе. Однако видение недалекого будущего, в котором его жену убивают, все тот же незнакомец, заставляет оперативника остаться на земле, чтобы спасти любимую и узнать, кто же стоит за его собственной смертью. Помочь в этом ему способна лишь студентка Катя, единственная, кто может видеть и слышать убитого Стаса. Вот спрашивается, я прочитал вот этот вот синопсище огромный, нахера теперь вот смотреть вот этот трезвый пересказ? Ну, в любом случае, оставайтесь, ребят. Денис Шведов решил сняться во всех фильмах одновременно. Я уже, получается, делаю обзор на третий сериал, в котором он снимается. Ну, на самом деле, глупо так думать, конечно, да, потому что можно сняться в фильме в 2016 году, выйдет он только в 2020-м, может, вообще не выйдет. Ну, в любом случае, довольно прикольно, что в этом месяце вышла хреново туча фильмов со Шведовым. В этом месяце это я говорю, скорее, про ноябрь 2020-го нашего замечательного года. Итак, режиссер Илья Шеховцев. Шеховцов, наверное, да, все-таки 7 фильмов за плечами. Сценаристы-девочки. Юлия Баева, 13 фильмов, Пятницкий у нее, значит, и Ижи с ними. Ну, в общем, такие ментовские полуговно-сериалы. И Анастасия Волкова. Ну, понимаете, да, Анастасия Волкова, Волк... А, нет, это сериал «Фантом». Я все перепутал уже, я специально перепутал. Так, всего три, значит, фильма у нее, и «Фантом» как раз-таки третий. Ну, среди них «Улица», «Би Хэппи». Очень даже неплохо какие сериалы, между прочим. Продюсеры. Наши старые знакомые. Два брата-акробата. Валерий Федорович, 42 года. С декабря 2016 года генеральный директор телеканала ТВ-3. Ему надо спасибо, видимо, сказать за гадалку и за слепую, и за все на свете. И за то, что засирают мозги всякой, ну, той, мистикой. Продюсер 73 фильмов. «Сладкая жизнь», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Закон каменных джунглей», «Полицейские срублевки», «Гоголь. Все части», «Эпидемия учителя», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Финал полярный». Прикольный сериал. «Колд-центр», «Сидя дома», «Игра на выживание», «Перевал Дятлова». Сценарист шести фильмов, один в качестве режиссера снял. И вы знаете, какой фильм. Евгений Никишов, 41 год, тоже с декабря 2016 года, гениальный продюсер. Гениальный, сука, продюсер телеканала ТВ3. Ну, в общем, послужной список примерно такой же. Актеры. Денис Шведов, 38 лет, 52 фильма. «Жить», о чем говорят мужчины, майор, звезда, мажор, измены, метод, бывшие, мажор 2, завод и вонько. София Ярулина, 23 года, 4 фильма. Среди них сериал «Чума». Ангелина Загребина, 21 год, 6 фильмов. «Водоворот», можно вот отметить. Евгения Брик. Фамилия при рождении, кстати говоря, у нее Хиривская. Жена Тодоровского, между прочим. Тоже режиссер, хе-хей, если вы вдруг не знаете, посмотрите «Оттепель». 39 лет, 46 фильмов. Я ее помню по сериалу «Адаптация». Итак, «Марш турецкого», «Северное сияние», «Каменская 3», «Мужчины не плачут», «Вызов», «Географ Глобус Пропил». Кстати, а, ну да, в принципе, припоминаю ее там. «Оттепель», вот о чем я говорил. «Елки 1914», «Эти глаза напротив», «Адаптация». Бомба. Трезвый пересказ. Москва, едут полицейские машины, приезжают на какой-то заброшенный завод или что-то типа того, проходят мимо своего напарника, игнорируют его, ну, скорее всего, он умер, потому что, ну, так и есть, какой я догадливый, да, но в синописе же этого не написано. Действительно, 12 часов назад. Какая-то маленькая девочка хочет прыгнуть с моста, но видит внизу труп. Кто-то ее уже опередил, или это она же. Ксюха прошла мимо и не поздоровалась. То есть, живым она тоже не здоровалась. Нет, это, кстати говоря, не та самая девчонка, это другая, а та передознулась. Это я переоценил сценаристов. А было бы прикольно, да? Хочет прыгнуть с моста, видит собственный труп и передумывает. Да не, хрень какая-то. Итак, за Катей, свидетельницей вот этой, приехала тетя. Очень, кстати говоря, она странно отыгрывает. Снова вижу фильм с наплевательским отношением к эпизодическим ролям. И не одобряю. Причем не значит, что она плохая актриса. Возможно, она просто не на своем месте. А вот это, кстати говоря, жена Фантома, да? Брик, как Лилия Брик, да? Видимо, она взяла псевдоним. Так, коллега клеится к жене Фантома и выясняется, что она практически бывшая жена. Они разводятся. Тетя спрашивает, чем девочка занималась возле реки. Она ничего внятного не отвечает. И вот выясняется, что она употребляет какие-то таблетки. Вот это Катя. У Кати первый день в университете. Нам показывают классический университет. Препод говорит, что это уже не школа. Чего вы опаздываете? Мол, это в школе можно было опаздывать, вообще делать, что хочешь. Знаете, а вот на самом деле в реальной жизни все наоборот. Как раз таки в школе постоянно делают замечания, что ты опаздываешь, прогуливаешь. Тебе не дают ключи от гардероба, чтобы ты, не дай бог, не ушел раньше времени. А в универе как раз таки сильный контраст. Никому нет дела до тебя. Не будешь ходить и сдавать зачеты, просто вылетишь и все. На опоздание вообще наплевать. Опоздал и опоздал. Все преподаватели понимают, что большая часть студентов работает. И если ты опоздал, значит были на то резкие причины. Веские. Но режиссеру надо было показать, что первый день в университете не задался. Ее тут же обругали. Сейчас она сядет за парту. Ее начнут гнобить. Да, и то есть она вообще у нее... Вообще день просто капец жесткий. То есть она хотела спрыгнуть с моста, себя убить. Увидела, что там уже мертвая девушка лежит. Тут она стала свидетельницей. И в общем капец. Девочка приглашает сесть рядом с ней. Это вот как раз таки София из сериала «Чума». Ну, гнобить она не стала, вот я не угадал. Да, ай-яй-яй. Господин Фантом куда-то едет и говорит по телефону за рулем. Представляете, блин, какой ужас. Бывший муженек запрашивает разрешение на арест какого-то цыгана. Вот оказывается, бывшая жена, ну или почти бывшая жена, это начальник. Вообще жена-начальник, это жестко, да? А тут бывшая жена. Ну, блин, что вообще может быть хуже? Пишите в комментариях. Однокурсница зовет отметить первый день в университете. Предположу, что Катя хоть отказалась, но она, скорее всего, все-таки пойдет. И там они будут употреблять наркотики и будет передозировка. Ну, в таких сериалах это обычно и бывает. Ментесса возвращается домой, ее тошнит, она беременна. Получается, вот они разводиться собрались, а она на сносях. Господин Фантом приходит к себе в участок и берет пистолет из сейфа. Просит ничего не говорить об этом. Судя по всему, вышестоящему начальнику, ну, то есть, своей жене, ну и другим каким-то. А Биженка решает пойти вместе с ним. Ну, Биженка этот, который нездоровается, сука такая. Фантом отказывается от этой помощи, не надо, ну. Приезжает на то самое место, где его убьют, как мы уже знаем. Поэтому интриги нету. Довольно быстро, кстати говоря, все это происходит. Я думал, что целую серию вообще посвятят вот этому, ну, всему. То есть, в конце серии его убьют, и мы узнаем. Потом только в следующий что-нибудь. Ну, нет, все-таки. А это, судя по всему, цыган. Захват. Цыган убегает, перестрелка. Фантом считает патроны. Пять патронов израсходовал цыган. Забрался на крышу. Восемь патронов уже израсходовал. Начался дождь. Ну, в общем, все как в крутецких боевиках. Цыган предлагает договориться. Фантом кидает ему под ноги наручники. И вдруг появляется еще один человек. Нам его не показывают. И убивают фантома. Вообще прикольно, что главного героя убивают. Это интересно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что главный герой в этом фильме-то, по сути, никуда и не денется. С ним просто перестанут здороваться. Вот и все. А пока я вам это рассказываю, происходит еще одна интересная вещь. Убийцы ликвидируют и цыгана тоже. Катя смотрит в потолок и слушает музыку. Телефон напоминает выпить таблетки. Она выбрасывает их в урну и отправляется на поиски приключений. Ну, что я говорил. Тут же подъезжает тачка. Появляется ее странная тетя. Катя садится на мотороллер и уезжает. Нам показывают, как дух выходит из тела, причем как полицейского, так и цыгана. Открывается дверь, и цыган уходит на свет. Фантом открывает дверь и видит события, которые произойдут в будущем. Это его похороны, прощание с ним, потом убийство Веры, то есть его бывшей жены. Судя по всему, это тот же самый убийца. А тем временем Катя на мотороллере приезжает в клуб. Да, ну, что я говорил. Здесь она будет пить коктейли, сосаться с однокурсницами. Все-таки классная вот эта актриса из сериала «Чума», да, все-таки. Ну, София, конечно, огонь. Приезжают менты, и нам снова показывают ту же самую сцену, в которой не замечают Фантома. Фантом не понимает, что он Фантом. Подходит к своим напарникам, его не слышат. Начальник описывает события в точности, как они были, но ошибается в одном. У цыгана не было второго пистолета. Его убил другой. Хрень какая-то тут летает. Звонит Вера, оставляет голосовое сообщение, что надо кое-что сказать, очень важное. Ну, видимо, про беременность. Если сериал «Волк» достаточно сумбурный и запутанный, запутанный причем в плохом смысле этого слова, то вот сериал «Фантом», наоборот, он предсказуемый. К вере приходятся служивцы и сообщают неприятную весть. Фантом стоит рядом в это время. Он своим пешком пришел в квартиру. Да, странные призраки, да. Он что, не мог долететь? Авиасейлс. Фантомом скидки. Вот могла бы быть реклама. Девочки играют в бутылочку, но не на желание. Нужно просто рассказать при себе какой-то странный секрет. Ну, естественно, бутылочка попадает на Катю. Она говорит, что видела труп. И мы даже знаем, какой. Приходит пятикурсник того же университета и предлагает угостить коктейлем. Очень странно вообще клеиться к девушке, которая сидит в компании других девчонок. Ну, если уж ты такой мажор, то ну как-то всех угостишь, что ли. Ну, блин, как-то странно. Несмотря на то, что Катя ездит в шлеме, она выпивает и садится за руль. Интересно, есть услуга трезвый водитель, если ты на мотороллере? Мент, который клеится к Вере, говорит, что дело надо закрыть. Ну, вы же понимаете. Катя идет в туалет. По ходу дела таблетки, точнее их отсутствие, дают о себе знать. И вот пока Катя ходила в туалет, парень ушел. Правильно, между прочим, сделал. Тут вряд ли что-то выгорит, скорее всего, девственница. Фантом пришел к своему начальнику, хочет спасти свою бывшую жену, но не знает как. Ну, это понятно. Пьяная Катя подвозит новую подругу до дома. Выясняется, что родители Кати сгорели, а тетя пичкает ее антидепрессантами. Также Катя признается, что хотела спрыгнуть с моста. Ну, прям вечер откровений. Фантом, как Бэтмен, ходит по ночному городу. Забавно, что он, несмотря на то, что Фантом, реально просто шатается по городу, как обычный человек. Он не прозрачный, не левитирует. Надо надеяться на чудо, говорит главный герой. И чудо происходит. Катя увернулась, когда Фантом переходил дорогу и упала. Значит, она его видит и слышит. Ну, еще бы. Таблетки плюс алкоголь. Да, Катя видит и слышит, но уезжает. Конец первой серии. Что я могу сказать? Знаете, что-то в этом сериале есть. Определенно. Несмотря на то, что он достаточно предсказуем, хотя наркотиками в клубе ее не накачали, в целом понятно, как будут развиваться события. Очень сильно сомневаюсь, что произойдет что-то совершенно невероятное. И я скажу, вау, такого я никак не мог ожидать. Это просто открытие. Могу сказать точно, что Фантом более цельный, чем сериал «Волк», например. Обзор на который вышел на канале, между прочим. Актеры здесь играют хорошо. Актерский состав отличный. За исключением тети. В принципе, я думаю, довольно интересно будет наблюдать за развитием событий. Нам сразу говорят о том, что это мистический детектив. Собственно, мистический, да? Следовательно, вся мистика нас нисколько не должна смущать. Но все равно назвать этот сериал интересным и рекомендовать его к просмотру я не буду. Опять-таки, если вам скучно и одиноко, то, пожалуйста, смотрите, конечно. Сериал вполне нормальный, если говорить о загробной жизни. Правда, мне нравится сериал «Небесный суд». Это действительно интересно. А также фильм «Я остаюсь». Хотя, конечно, я понимаю, здесь речь немного о другом. Здесь вот убили полицейского. Его душа осталась на земле и пытается раскрыть дело о своей смерти. Идея прикольная, но этот сериал никак не тянет на что-то действительно стоящее. Я бы все-таки назвал этот сериал проходящим. Проходным. Всем большое, огромное спасибо за просмотр. Вы знаете, что нужно делать. Но я всякий случай напомню, все-таки, да, можно вот и откомментировать. Вы знаете, вы же не фантомы, да, по клавиатуре попадаете. И лайк поставить, и подписаться, если не подписаны, и колокольчики назвать, если не позвонили еще в этот колокольчик. Звонит Валера, оставляет голосовое сообщение, что надо кое-что сказать, очень важное, проберемен. Какой в жопу Валера звонит? Звони Валера. Звонит Вера, оставляет голосование за поправки в Конституцию. Звонит Вера. Звони Валера.